Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 В эфире хит-парад мира Дэнди. Как вы знаете, каждую вторую неделю мы знакомим вас с мировым чартом. И как я посчитал, сегодня как раз и есть та самая вторая неделя. Крупных изменений, конечно, не произошло, но встречаются и приятные исключения. Какие вы сейчас увидите. Начнем мы, как уже заведено, с 10-го места. Здесь еле-еле удерживается самая экстремальная игра для Xbox'а Jet Green Radio Future. Быть может, в следующий раз вы ее уже не увидите в мировом чарте. Хотя, кто знает, ведь игровой мир — это все равно, что погода в Калининграде. На 9-е место каким-то непонятным образом забрался мало кому известный комедийный экшен от Капком на PlayStation 2 под названием «Максимум». На фоне ужасного и мрачного резидента прикольный и светлый «Максимум» смотрится оригинально. Восьмой строчку занимает самая реальная, красивая, проработанная драка на приставке от Microsoft — это «Olife 3». Единственное, что я могу сказать, так это то, что компания «Текма» может гордиться собой тем, что она встала в один ряд с такими грандами файтингов, как Капком и Намко. На седьмой позиции находится завсегдатый экстремальчик Тони Хофф про скейтер 3. Безумные скидбордисты превращают экстрим в искусство. Поэзия движения, музыка прыжков и кульбитов, а также синяки и переломы — вот ваши спутники в этой скоростной игре. Волна агрессии захлестнула мир. Секретная террористическая организация приготовила ужасный сюрприз. Безопасность каждого жителя планеты стала иллюзией. Избежать смерти и спасти человечество — вот главная цель игры Metal Gear 2, занявшая шестое место. В середине разместилось продолжение знаменитой саги от Squire Final Fantasy X. Сказочная реальность окутает вас пеленой волшебных приключений. Новые герои, крутые заставки и, конечно, великолепный сюжет делают эту игру незаменимой для фанов RPG. Чуть поднялись вверх в игровых чартах два веселых чувака — Jack and Dexter. Игра просто великолепна. И если вы поиграете в нее, то поймете, что это настоящее игровое сумасшествие. Адские врата открылись, и на свет появился рыцарь огня. Что разбудило его? Баланс добра и зла в нашем мире нарушен. Создание ночи начали свою кровавую жатву. Поиграв в эту удивительную игру, вы поймете, что дьявол чувствует боль, и докажете, что он может плакать. На второе место, как мы и предполагали, скатился лидер прошлого мирового хип-парада — Virtual Fighter 4. Да, не очень долго держалась эта игрушка в лидерах. Что ж, давайте посмотрим, у кого же в этот раз находится пальма первенства. А ее обладателем, к нашему всеобщему удивлению, стала игра, посвященная всем любителям вольной уличной жизни. GTA 3 даст вам это и даже больше. Не секрет, что самым лучшим авиасимулятором является Ил-2 штурмолит. Но это, что касается самолетов. А насчет этих машин, ну, а, вертолеты, то здесь со всеми может поспорить новая игра от NovaLogic Каманч 4. Если окунуться в недалекое прошлое, ну, где-то в середину 90-х годов, то мало кто вспомнит полетный симулятор Каманч, летавший еще на стареньких 486-х. Эту игру сейчас достать так же сложно, как и вторую часть. Но в третий Каманч, я думаю, переиграли все любители этого жанра. Что ж, а теперь настало время перейти к следующей цифре этого сериала и посмотреть, чем же эта игра отличается от своих предшественников. Не раз, увлекшись разглядыванием местных просот или взрывающихся зданий, не замечаешь приближающуюся ракету. Каждый объект в игре, будь техника, люди или просто дерево, детализирован настолько, что диву даешься. А прокрасочные взрывы, разлетающиеся из-под несущего винта пыль и бьющиеся окна, я вообще говорить не хочу. Даже на минимальном уровне графики все смотрится на ура. Кстати, хочется заметить, что Каманч никогда не являлся полноценным симулятором, а в особенности четвертая часть. Уж больно много в игре экшн, и уж больно простое управление, с которым справится даже пятилетний ребенок. Вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз, щелкнул мышкой, захватил цель, уничтожил, захватил другую. Говорить при сюжет вообще нет смысла, потому что его просто нет. В каждой миссии вам дают новое задание, и вы летите его выполнять. Хорошо, как существуют различные виды заданий. От спасения заложников и отраны объектов, до стелс-миссии, это тайное уничтожение всех сил врага. Уничтожил, все крепко. Честно говоря, сначала игра мне показалась очень легкой. Миссии щелкались к корешке в течение 10 минут, и только я уверовал в собственную непобедимость, как сразу же обжегся. Сложность увеличивается от уровня к уровню, и где-то на втором десятке понимаешь, что команч так легко и быстро не пройдешь. Приходилось планировать действия, сжаться прямо к земле, прячась от вражеских радаров, уворачиваться от вражеских выстрелов и думать, почему же ракеты так быстро кончаются. В районе замечено массовое скопление сил противника. Кстати, в вооружении своего вертолета вы можете выбрать сами. В зависимости от задачи оснастить определенными типами ракет. Если предстоят воздушные бои, то берите обязательно стингеры. Против наземной техники рекомендую гидры или авиаудар по площади. Но Hellfire с лазерным наведением годится для всего. Между прочим, практически во всех миссиях вы будете действовать не в одиночку, а с напарником. И правильно отданные приказы не раз спасут вашу шкуру. Да и что здесь говорить? Эту игру мы ждали долго, и она оправдала все наши ожидания. С чистой совестью, четвертый команч можно назвать одним из лучших экшн-симуляторов на ПК. Трижды урановую лоджику, подарившему нам такой хит. Ну, и сноуболу за локализацией. Наступают тяжелые времена. Времена полетов, боев и прохождения этой замечательной игры. Удачи вам, пилоты! Дон Денди 47-41-96 Богдана Камельницкого 33 Ну вот, наша программа подошла к концу. Будьте уверены, ровно через неделю мы вновь с вами встретимся. Ни за что не пропускайте нашу программу. Она же про компьютерные игры, а это так интересно и увлекательно. Ведь правда, ребята? I'm on my, I'm on my, I'm on my... Ты не читаешь газеты, не ходишь в киногуро, разбросанный газет, пора убрать...